Вице-королю не до празднеств. Его мучает приступ подагры. В большом дворцовом кабинете Дон Андрес, облаченный в халат, сидит в глубоком удобном кресле и дремлет. Одна нога его, обвязанная фланелью, покоится на подушке. Вбегает личный секретарь вице-короля Мартинес. Ваше Высочество, проснитесь, Ваше Высочество. Что такое? Господа аудиторы ждут ответа Вашего Высочества. Который час? Скоро десять. У Вашего Высочества как раз достаточно времени, чтобы одеться для участия в церемонии. Ты говоришь, хорошая погода? Государь, с моря дует прохладный ветер. На небе ни одного облачка. Я заплатил бы тысячу полновесных пиастров за проливной дождь. С величайшей охотой остался бы я тогда понежиться в кресле. А в такой день, когда весь город будет в соборе не показаться уступить первое место аудиторам. А что, запряжены мулы? Государь, они запряжены в прекрасную, привезенную Вам из Испании каретку. Да, да, да. Жители Лимы не видали еще такой. Это произведет впечатление. Чтобы я отказался от такого удовольствия. Мартинес, а потом, если я сойду по лестнице, самое трудное будет сделано. Что ты скажешь, Мартинес? Народ будет счастлив лицезреть вашего собственника. Ну, я отправлюсь, отправлюсь. А аудиторы, готовившиеся играть первую роль, они лопнут с досадой. Ну что ж, давай одеваться. Бальтазар, Бальтазар. Бальтазар. Бальтазар, Бальтазар, Бальтазар. Бальтазар, Бальтазар. Бальтазар. Бальтазар, дай мне туфли, шелковые чулки. Я иду в собор. В собор, государь? Ведь доктор Пинеда запретил вашему высочеству выходить. А доктор Пинеда сам не понимает, что говорит. Я прекрасно знаю, больен я или не больен. Ни у отца моего, ни у деда не было подагры, а вот доктор Пинеда хочет меня уверить, что в моем возрасте бывает подагра. Мартинес, ну сколько лет ты мне дает? Ваше высочество еще так бодрый с виду, вероятно. Бьюсь об заклад, не угадаешь. Сорок, а? Не угадала, не угадала. Мне меньше. Ну что ж, давайте, давайте, давайте одеваться, давайте одеваться. Что, Бальтазар, помогите мне, помогите. Осторожней. Осторожней, черт возьми. Не знаю, что такое, но мне кажется, будто у меня в туфле 10 тысяч иголок. Не выходите на воздух, государь, это может вам повредить. Ну, а, о боже, какая боль. Я не в состоянии надеть башмаки. Ступай, чертыш, своими шоком, чулками и туфлями. Подвинь табуретку. Не знаю, почему. Но мне только что было совсем не больно, а вот сейчас опять больно. Вспомните совет доктора Пинеда. Он говорит, что свежий воздух вам может повредить. Кроме того, церемония будет утомительная. Придется долго стоять. Да-да-да, я боюсь именно утомления. Потому что я не болен. Мог бы выйти, если бы захотел. Но не хочу. Не хочу заболеть из дурацкого удовольствия поддержать над купилю индейского принца. Я остаюсь дома, Бальтазар, меня ни для кого нет дома, решить ни для кого. Пшел вон. Мартинес, ну раз я вынужден сидеть дома, мне нечего делать, давай займемся государственными делами. Что, много дел в портфеле, да? Да, государь. Я собирался докладывать вашему сочству. Начну с самого успешного. Вот письмо полковника Гарси Васкеса, который сообщает, что в провинции Чукизака царит сильное брожение. Индейцы часто собираются вместе. И если он не получит скорой помощи, то не позже, как через месяц, вспыхнет восстание. Полковник Гарси Васкес провинции как Кукизаке, Кукизаке? Чукизаке. Черт возьми эти индейские названия. Не понимаю, почему индейцы не говорят поиспанцы. Чукизаке, государь. Чукизаке. Я уже имел честь сделать доклад вашему сочству два месяца тому назад, когда у вас в последний раз был припадочек под акцию. Нет, я хотел сказать, когда вы были нездоровы. Я прошу вас, думайте, что вы говорите. Подумайте, потом скажите. А сколько миль от Лимы до этой Кукизаке? Чукизаке. Около трехсот испанских миль. О, я думал, гораздо ближе. Ну что ж, это трудный случай. Не надо предпринимать легкомысленного решения. Я подумаю. Чему вы там смеетесь? А это вот тут жалоба, приносимая маркизой Дальтамирана на попугая сеньора Камилы Перечелы и на самое сеньору Перечелу. Опять дурачество этой несностной девчонки. Принимая во внимание, что названный попугай, подученный ответчицей, каждый раз, как маркиза проходит по улице, называет ее именами, которые стыдливость спросительницы не позволяет ей повторять. Она в заключение просит, чтобы сеньора Перечелла была задушена. Виноват. Чтобы задушен был попугай. А сеньора, его хозяйка, получила выговор и была оштрафована. Да, но что же говорит попугай? Ваше усадьчество. Вот прошение у вечного капитана. Подождите, Мартинес, я что-то начинаю утомляться. Много еще дел в портфель. О, какая куча дел. Нет, Мартинес, я что-то начинаю утомляться. Но раз уж речь зашла о Перечелле, я хочу, дорогой Мартинес, чтобы вы мне рассказали все, что вы о ней знаете. А что я могу рассказать вашему усадьцу? Я хочу, чтобы ты рассказал мне, что говорят о ней в городе, в обществе, где-то часто бывает. Что говорят о моей связи с этой девушкой. Хоть ты недавно у меня на службе, но ты, вероятно, догадался. Догадался. А потом, ведь я же мужчина. И вице-король не обязан жить, как святой. Да, чтобы ты был спокойный, я тебе скажу, Мартинес, ты не нравишься Перечелле. Она у меня просила твое место ни за что, не поверишь для кого. Для племянника ее сапожника. Ах, предательница. А потому ты можешь говорить совершенно спокойно, не щадя ее. Осыпанный в такой мере, с щедротами вашего высочества, я не смею сказать, так как дело идет о пустяках. Да, ну о каких пустяках расскажи. Вашему высочеству не следует придавать значение тому, что он мне рассказывал, ибо это только главный приказчик шелкового торговца с улицы Кальяо. Что же он тебе рассказывал? Так вот, ваше высочество, этот молодой человек в разговоре о шелковом товаре упомянул, будто бы на днях он продал восемь локтей кармазинного атласа капитану Эрнану Агирре, который заплатил ему, не торгуясь, по десяти дукатов за локоть. Так вот, ваше высочество, этот самый приказчик утверждает, будто бы он видел этот самый атлас на платье сеньора Перечеллы. Помните платье, бывшее на ней воскресенье вечером? Вот это самое. Я-то убежден, что приказчик ошибся. Тем более, что капитан сказал, расплачиваясь, я не торгуюсь, потому что это для моей любовницы. Ах, для его любовницы? По-моему, это доказательство того, что приказчик ошибся. Я с ним поговорил решительно, но если бы я ему поверил, он рассказал бы мне еще много других. Ну, а что же еще, Мартинес? Какие-нибудь истории, подобранные им бог знает где. Например, вот ты бы однажды при обходе на дворцовой площади патруль задержал человека, на котором поверх рубашки был только один плащ. Плащ. И в руках только одни башмаки. Башмаки. Когда его привели в Кардегардию, то дежурный поручик увидел, что предполагаемый вор капитан Эрнану Агирре. Агирре. Ну, что это доказывает? А что это доказывает? А в какую ночь? В ночь. С пятницы на субботу. В ту ночь, когда мы так долго ждали ее. Так, 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 так. Ну, что же, это все, что вы знаете, Мартинес? Увы, ваше высочество, знаете, что злословие никогда не останавливается на полдороги. И что если злые языки начнут на ком-нибудь упражняться, они превращаются скоро в целый хор. Но то, что мне остается рассказать вашему высочеству, так неправдоподобно, что я боюсь наскучить вашему высочеству, повторяете роскости. Наскучить, наскучить. Нисколько не наскучить. Вы продолжайте, продолжайте, Мартинес. На последнем бою быков, ваше высочество, может быть, заметили рослого, хорошо сложенного молодца, смелого, как лев, легкого, как пантера, чола, по имени Рамон. Рамон. Один из самых смелых лимских матадоров. Так вот, ваше высочество, когда Рамон... Я боюсь утомить, ваше высочество, мне кажется, вам нехорошо. Нога, ваше высочество... Нога немножко болит, но это ничего. Продолжайте, продолжайте. Вот когда Рамон свалил черного с белым быка, самого сильного иссек, жемчужное ожерелье сеньора Перечелой упало на арену. На арену. Рамон поднял его, почтительно поцеловав, надел на шею. На шею. Я-то убежден, что ожерелье упало случайно. Случайно. Но злые языки утверждают, будто бы сеньора Перечелла выбежала из ложи, сама нарочно сняла с себя ожерелье и бросила его матадору, крикнув, браво, Рамон. Браво, Рамон. Сеньора Ромер из Большого театра утверждает, будто бы она слышала, как сеньора Перечелла крикнула, браво, мой, Рамон. Браво, мой, Рамон. Смотрите, ваше высочество. Да чего сеньора Ромер зла? Она утверждает, будто бы на последнем представлении дочери воздуха упавший к ногам сеньора Перечелла венок был брошен. Рамон? Рамон. Она доходит, наконец, до того, что говорит, будто бы Рамон бывает у нее в гостях. Они запираются на целые часы вместе, особенно, когда у вашего высочества припадочек... Что-что-что? Нездоровье, я хотел сказать. Ну что ж, это все, что вы знаете, Мартинель, да? Вы, ваше высочество, такие роскости не можно продолжать до бесконечности. Но не придавайте им значения, не предполагайте... Господин Мартинель, а вы негодяй! Бесстыдный, наглый лгун! Как вы смеете мне повторять точные евангельские истины, болтовню слышную где-то там за кулисами? Зачем вы там бываете? Что я вам плачу жаловать за интрижки с актрисой? Ведь вы же лентяй, вы лгун! Нет ни слова правды в том, что вы мне тут договорили. Ведь вы мне посмели сказать, что я соперник какого-то чола, какого-то пакадора. Ваши сестры, я этого никогда не говорил. Я знаю, Перещалу, превосходная девушка, чистая девушка, любит меня одного. Я хотел устроить вашу судьбу, взял вас себе на службу. Вы недостойны моих милости. Я отправляю вас борщиком пододеев в Кукизаки. В Чукизаку, господин. В Чукизаку, если вы сегодня не уедете отсюда, я отправлю вас в тюрьму. Извольте вспомнить, ваше усочство, что я начал говорить только по вашему показанию. Молчать! Молчать! Кто здесь государь? Вы или я? Вы, пожалуйста, я, пожалуйста, пшеллон. Помилуй богу, если бы я мог двигаться, я бы не сделал бы вас палкой. Пшеллон, я с выбором, окошко. Пшеллон. Виньорита, перечелло. Пшеллон. Виньорита, перечелло. Довольно странно, что к вам нельзя проникнуть, иначе как взят приступом дверь кабинета. Я надеюсь, это происходит по вине вашего бестолкового привратника. Думал, что вы на церемонии. Я еще не знаю, буду ли я там. Как ваша подагра? Нет у меня подагры! Значит, это приступ дурного расположения духа. Тем хуже для вас. Я хотела обратиться к вам с просьбой, но теперь я отложу ее до завтра. Всего хорошего. Перечелло, перечелло, перечелло. Не спешите уходить. Мне надо поговорить с вами. Помилуй бог, можно подумать, что вы боитесь остаться со мной наедине с глазу на глаз. Я вас нисколько не боюсь. Будьте со мной, раз я болен. Я понимаю, вы предпочли бы поболтать с капитаном Агирры. Агирры! Да-да-да-да-да-да! Я только что от него. Вот тебе, пожалуйста. Ну что ж, тем лучше, сударь, не избавляйте меня от ненужного вступления. Я могу сразу приступить к делу. Государь, я вижу, вы хотите угостить меня с ценной ревности, которую не угощали меня в течение двух месяцев. Знаете что, давайте отложим это до завтра, а сегодня я обращусь к вам с просьбой. Не расположено оказывать вам милости, потому что вы злоупотребляете теми, которые я вам уже достаточно оказал. Хорошее начало. Однако вот что, государь, все городские дуры меня ненавидят, потому что я красивих. Не правда ли я хороша собой? Я вам кое-что об этом рассказала, если бы не так спешила. Ну так вот. Какое мне дело, черт возьми, да все это чепухи! Если вы не превосходите этих дам роскоши ваших тряпок, то по части любовников и... По части любовников я поступаю как раз обратно этим дамам. Я предпочитаю качество, количество. Камила, выслушайте меня на этот раз, я говорю совершенно серьезно. Нет, выслушайте вы меня. Нет, выслушайте вы меня. Нет, выслушайте вы меня. Выслушайте вы меня, я женщина, а вы костилиц. Вы обязаны молчать, когда я говорю. Хорошо, пожалуйста, говорите. Ну так вот, все городские жительницы соперничают в роскоши своих нарядов. В Лиме всего пять карет. Две ваших, одна аудитора, одна маркиза Дальтамирана, такая же старая, как ее хозяйка, но все-таки карета. А вы получили карету из Мадрида? Да. Подарите ее мне. Карет? Да. Ну что, ну что, ну что, ну что, сударь, вы епископ, аудитор, маркиза, чтобы ездить в каретах? Ну что, ну что? Папочка, дорогой Андрей Силио, вы милый, как всегда, и вы подарите мне эту карету. Камила, во-первых, ваша просьба сумасбродна. Во-вторых, вы плохо выбрали время, потому что я только что приготовился бронить вас. Мне отлично известны ваши поступки. Я не слеп относительно вас, как прежде, когда я любил вас. Но теперь я больше не люблю вас, не люблю. Ну вот, о чем ты задумалась, подняв глаза к небу? Я думаю о том, какая прекрасная карета. Вы святого, вы видите, из терпения черт бы побрал вашу карету. Я знаю, что капитан Агира любит вас. Охотно верит? Да, но ведь вы его тоже любите. Его видели, пуланетым под вашими окнами. Под плащом у него была только одна рубашка. В руках только одни башмаки. Голый, совершенно голый человек. Вы видели? Я видел. Да. Перечелу толкает короля. Он падает с креста. Бальтазар, я, кажется, упал, Бальтазар. Ваше высочество, где вы? Я здесь, под крестом, Бальтазар. Бальтазар, поднимите меня, поднимите меня, посадите меня обратно в крест. Осторожней. Бальтазар, пшал вон. Да, да. Вы думаете, наверное, что я принимаю вас спокойствие за спокойствие невинности? За спокойствие отчаяние. Потому что во всем этом я вижу только утраченную возможность поехать в карете в собор. А когда пройдет час, и когда вы будете просить у меня прощения, то будет уже поздно. Просить прощения у вас, моя прелесть. Да, 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 да. Прошу прощения, что открыл другую вашу интрижку с особой высыпазнаменитой. А уже две, когда их будет три, мы поставим крест. Да, да, никто иной, как доблестный Равон. Чола по происхождению, Матадор по ремеслу. Да, сударыня, вы умеете выбирать любовников, умеете. Прославленный человек, имя гремит на всю липу. Да, его слава не украдена, как у многих других. А кроме того, он самый смелый и самый красивый во всем Перу. Черт побери, конечно, вы не такая женщина, которая способна променять вице-короля ради первого встречного. А потом ведь вы ловки особо. Вы бросаете одного любовника, берете двоих, даете дукаты, разменные монеты. Ожибается, государь, вы ошибаетесь в расчете. Вы думаете, что Матадор вставляет разменную монету вице-короля? По-моему, надо по крайней мере трех вице-королей для того, чтобы разменять одного капитана. И по крайней мере шесть для того, чтобы разменять одного Матадора. Шесть меня? Да. Стыда у вас нет. Вы даже не старайтесь скрыть вас в развратах хотя бы перед общественным полицанием. Вы, Миссалина, вы... В исправительный дом, в исправительный дом. Не посмеете. Я не посмею, живой перо чернила, я подпишу приказ. Если перчелок пойдет в тюрьму, то в Лиме вспыхнет восстание. Восстание, восстание, опять восстание. У нас нет войска, чтобы подавлять восстание. Нет, мы подавим это восстание. Запретите жителям Лимы смотреть свою любимую актрису, и они вас побьют камнями. Побьют камнями, побьют камнями, мало нас били. А я запрещу директору возобновлять с вами условия, которые кончаются. Тогда пойду под ваши окна. Я буду петь, и в своих песнях я буду прославлять вашу подагру. Я, я, я с первым кораблем отправлю вас в Испанию. Больше удовольствия вы мне не можете доставить. Да, я поеду в Испанию. Я сделаюсь там любовницей короля, и я добьюсь того, что вас, как Христофора Колумба, привезут в Испанию, закуют в кандалы, и я вас там изгнаю в Сигавинской башне. В ожидании пока это произойдет, чтобы ноги вашей не было в этом доме. С большим удовольствием я никогда не повиновалась вашему высочеству. Величало! Мы видимся с вами в последний раз. Надо покончить наши счеты. Я чересчур презираю вас, чтобы карать. Ибо Андрейс де Рибейра не снисходит до наказания за оскорбление, когда оно наносится снизу. Я дарил вам значительные суммы драгоценностей, оставьте их у себя. Вам будет заплачено! За три месяца вперед! Надеюсь, что это вы просуществуете до тех пор, пока через несколько недель не попадете в больницу. Я спокойно выслушивала вас, ваше высочество, пока я думала, что вы предаетесь этим приступам ярости по предписанию врача. Но последнего оскорбления я снести не могу. Я веду свое происхождение от древних христиан и костильцев. И мое сердце слишком гордо для того, чтобы принимать подарки от человека, который не любит меня. Сегодня вечером вам будет возвращено все. А пока вот вам мои кольца! Вот! 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 Вот вам мои драгоценности! Сегодня вечером у меня не будет ничего вашего! Перечелы, перечелы, ну, перечелы, успокойся, успокойся, ну, перечелы, ну, стой меня, встать, лекарство! Перечелы, ну, успокойся, ну, перечелы, выпейте воды, перечелы, ну, перечелы, ну, скажи мне, перечелы! Скажи мне! Что? Что сказать? Ну, скажи мне, скажи мне, что ты на меня больше не сердишься, прощаешь мне мою вспыльчивость. Ну, хорошо. Я прощаю вас. Я вижу, вы меня действительно любите. Ну, конечно, люблю, конечно, люблю. Ну, хорошо. Давайте объяснимся во всем откровенно. Ну, действительно, давайте объяснимся во всем откровенно. Ну, давайте. Ну, вот это платье, платье из кармазинного... Да, из кармазинного атласа. Из кармазинного атласа. Ну, боже мой, что за мысль? Конечно, у меня есть платье из кармазинного атласа. Я купила ее какой-то девушке, которая любовница капитана Агирже. Об этом, знаете, моя горничная, расспросите у нее обо всем откровенно. Я не стану этого делать, красотка моя. Я тебе верю. Да, а вот ты говоришь, вот это Чола, Матадора. Чола? Гастарь, я была на одном боя быков. Я пришла в восторг от его храбрости. Я сорвала с себя жерелье, и я бросила ему на арену. Ну, разве можно было бы в этом заподобить любовь? Государь, человек, который пьет водку и ест сырой лук. Ты права. Государь. Ты права, красотка моя, ты права. Но, однако, будь я на месте этого быка, я собрал бы последние остатки сил и потрепал бы... Что-то мне, меня опять, у меня опять заболела нога и потрепал бы господина Ромона. А я бы тогда крикнула, да здравствует бык! Ты очаровательная. Проси у меня, что хочешь, совсем не верю, что ты принимала у себя этого Матадора, который ест водку и пьет сырой лук. Не то, что я хотел сказать наоборот. Пьет водку и ест сырой лук. Да. Ты у меня просила карету? Нет, 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 государь, я передумала. Черт возьми, не то, чтобы она мне так нужна была. Нет, государь, я опоздала. Ну, кого черта станет говорить? Нет, 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 государь, а кроме того, я так устала, что у меня только одно желание, броситься в постель, а не ехать на эту церемонию. Бедное дитя, бедное дитя, как она меня любит, в постель. Нет, тебе надо подышать свежим воздухом. Доктор Педеда мне велит кататься, когда я сержусь. Ну, моя милая карета твоя, я сейчас скажу, что... Вальтазар, Вальтазар, Вальтазар. Хорошо, я беру эту карету. Вальтазар, пусть сейчас же забрягут белых мулов мою новую карету и скажите кучеру, что мулы... Мулы? Значит, мулы карета. Карета? Карета и он сам... И он сам. Значит, принадлежат... Принадлежат. Сеньорите. Сеньорите? Вальтазар. Да. Пшел вон. Ага. Да, да. Ну, ты на меня не сердишься. Как я могу не проникнуться добротой вашего высочества? Ну, просто твое высочество, называй меня по-прежнему. Хорошо. Андрес. Андрес. Ты меня сделал очень несчастной. Очень несчастной. И очень счастливой. Очень счастливой. Милая моя перечелла. Вот не могу я быть подле тебя вице-королем. Злая вспомнишь, что ты говорила о достоинствах вице-королей, о делах любви. Экипаж подан. Бальтазар. Да. Пшел вон. Ага. Да, да. О, красавица, веселись хорошенько. Сейчас же после церемонии возвращайся. Если тебя кто-нибудь обидит, не забудь сказать мне. Злые языки не разгуляются. Да, а жерель и кольца-то тут забыла. Я их тебе потом соберу. Но ты сегодня очаровать. Государь, я уношу отсюда нечто более драгоценное, чем эти гривианты. Это ваше доверие и вашу любовь. Послав дону Андрес в воздушный поцелуй, перечелла уходит. Ангел. Эта девушка делает со мной все, что ей угодно. Правда, она меня так любит. Однако подарить ей карету... Не знаю, что об этом подумает свет. Актриса в золоченой карете. А-а-а, я слышу стук колес во дворе. Она не теряет времени. Бальтазар, Бальтазар, подкатите кресло к окну и дайте мне подзорную трубу. Я хочу посмотреть на эту карету. Черт возьми, я ее буду видеть до самых дверей собора. Как она едет! Меня мой кучер никогда так не возил. Все останавливаются, чтобы посмотреть на нее. Ну вот некоторые снимают шляпы, будто бы это я еду. Что за сумасбродство! Вот она уже подъезжает к большой площади. О, боже милосердный! Она засыпилась. Слава богу, к счастью, опрокинулась другая карета. Столкнулся народ. Что они собираются сделать? Быть может, хотят оскорбить ее? Бальтазар, Бальтазар! Бальтазар, ступайте же! Бальтазар, там дерутся! Бегите все, берите оружие, перемейте эту сволочь! Перечала! Перечала! Ах, вот счастье! Она едет дальше благодаря этому человеку, который так ловко размахивает палкой. Он расчистил ей путь. Прикажете бежать за каретой? Нет, останьтесь, но на обратном пути. Скажите Себастьяну Доминику. Пусть сядут на лошадей, пусть возьмут мушкеты и едут позади кареты. Мою ливрею пусть снимут. Если случится несчастье, вы будете отвечать. Лимская толпа так груба, боюсь, как бы она ее не обидела. Кажется, все кончилось благополучно. О! Что бы там ни говорили, комедианкам не запрещается ездить в каретах, если они у них есть. Тем хуже для маркиз, если они не так молодые, не так хороши, как актрисы, и не находится никого, кто бы дарил им эти кареты. Конца не будет этим церемониям. Государь, лисенсиат Томас Дескевель просит позволения быть допущенным к вашему высочеству. Да пусти к моему высочеству. Слушаю. Целую руки вашего высочества. Ах, господин лисенсиат, перед вами тяжело больной. Это меня глубоко огорчает. Так значит, припадок подагра помешал вашему высочеству присутствовать на сегодняшней церемонии. Да нет, у меня нет подагры. Этот слух распускает Пинеда. У меня просто опухоль на ноге. Я же это знаю лучше, чем доктор Пинеда. Впрочем, вашему высочеству не стоит жалеть, что вы не были на этих крестинах. Это избавило вас от присутствия при большом скандале. Скандале? Да, огромном скандале, который, я уверен, весьма огорчит ваше высочество. Тем более, что, по-видимому, вы его невольные причины. Объяснитесь, господин Сисят. Такой день, как сегодня, трогательная церемония поистине меня приводит в отчаяние мысль огорчить ваше высочество. Но я должен сказать и сказать откровенно, даже рискуя навлечь на себя немилость. Это властно требует мой долг и интереса вашему высочеству. Я не догадываюсь. Это известная комедиантка. А, вот она что. Которая, говорят, ваше высочество проявляет столько участия, только что вызвало очень большой беспорядок. Покровительство, оказываемое ей вашим высочеством, придало ей такую дерзость, позволит сказать прямо, что она считает, будто ей все позволено. Уверяю вас, я ей совсем не покровительствую. Я просто ценю ее талант, очень большой талант, господин лицензиат. Я прошу вас рассказать, в чем дело. Вот как все было-то. Оказывается, у нее есть карета. И эту карету, говорят, мне подарили вы. А эта карета у меня была просто не нужна. Ну, сударь, эту карету можно было бы употребить лучше. Но что сделано, то сделано, и у вашего высочества были, конечно, свои причины отдать ее. Да будет воля Божья. Да будет воля Божья. Что вы сказали? Да, да будет воля Божья. Довольно об этом, довольно об этом. Я расскажу о том, чему я был свидетелем. Значит, у нее есть карета, и в карете приехала она в собор. Со своей стороны, я, опоздав, вследствие некоторых случайностей, занял место в экипаже маркиза Дальтамирана. А-а-а! Да, но мы ехали шагом, как подобает подъезжать к церкви. Вдруг появляется сеньора Перечелла, вовсю прыть своих мулов, сотрясая мостовую на двадцать сажен кругом. Мы выезжаем на площадь, она хочет обогнать нас. Маркизу! Короче, она проехала так близко от нас, что зацепила нас очень сильно. Это не ловкость ее кучера. Извините меня, ваше высочество, но я не могу поверить, чтобы ее кучер действовал без ее приказания. Тем более, что она высунула голову в окошко, увидев наш экипаж. И что ты говорила этому человеку, без сомнения, приказывая ему совершить сей дурной поступок? Я надеюсь, несчастье не произошло. Как? Мы чудом остались в живых. Толчок был ужасный. Маркиза упала на меня. Я на собачку Маркиза, которую я нечаянно задавил. Мой парик свалился в канаву, а Маркиза очень сильно ушибла бедро. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, слава богу, я боялся, как бы ни произошло худшего несчастья. Мне кажется, что и этого достаточно. Да и карета сильно повреждена. Великолепная карета, 20 лет, вызывавшая восхищение всего города. Я заплачу. Ах, вы заплатите. Нет, я велю Перечоле заплатить. Ах, она заплатит. Ну, она заплатит. Но, государь, как поправить скандал, что до меня, то я вижу только одно средство. Запретить этой даме выезжать в карете. Потому что явится дурным примером зрелища того, как комедианка ездит в карете, в то время, как многие достойные духовные лица ходят пешком. И я не все еще рассказал. И я сожалею о необходимости огорчить ваше высочество. Слуги маркизы, возмущенные оскорблением, нанесенным их госпоже при помощи ручной расправы выразили неодобрение Кучеву и лакеем этой дамы. Тогда черень, бежавшая за ней с радостными криками, вступила за нее, в особенности неистовства, был один негодяй, Чола, Матадор по имени Рамон. Опять Рамон, опять Рамон. Да он избил, избил палкой Кучера-маркизы, сломал шпагу-пажу и свернул челюсть одному лакею. Опять Рамон, негодяй, я, я велю примерно наказать. Это не все, это не все. Не обращая на нас внимания, не извинившись, она продолжает путь и чуть не выезжает в карете в собор. Головы мулов были под порталом, когда она остановилась. Она выходит, шумно проходит через толпу молящихся, все оборачиваются, чтобы посмотреть на нее, начатые церемонии забыто и, я содрогаюсь, говоря это, сам епископ принял участие в общей растерянности. Он забыл спросить у крестного отца обещание воспитывать по-христиански новообращенного своего крестника. Что до меня, то возмущенный, оскорбленный до последних пределов, я бы спешил оставить собор, дабы рассказать вам об этом случае и просить вас положить предел наглости этой девицы, которая, позвольте вам сказать это прямо, приносит вам величайший вред. Она сейчас будет здесь, я ее выбраню. Я предупреждаю вас, что маркижа, если понадобится, дойдет с жалобами до Мадрида. Господин Сенсиат, вот этому надо помешать. Вы сами понимаете, как такие жалобы мне сильно вредят. Государь, я не знаю. Ваша церковь нуждается в запрестольном образе. Я хочу, чтобы Перечелла подарила вам его во искупление своей вины. Кстати, я ей отдал Мурилиевскую Мадонну, которую она хочет выменять на моего святого Христофора. Слово, вы можете рассчитывать на Мадонну. Государь, я сделаю все, что в моих силах, но... Ваш племянник, как его здоровье? Могляд я, что он здоров. Ну, приведите его как-нибудь ко мне, мы для него что-нибудь сделаем. Он вполне достоин Милсии, Ваше Высочество. Ну, государь. Я слышу, экипаж въезжает во двор. Вы увидите, как я буду с ней разговаривать. Епископ Лимский. Епископ? Он, разумеется, тоже с жалобой. В дверях появляются епископ Лимский и Перечелла. Они останавливаются, уступая друг другу дорогу. Попрошу вас, сударыня. Ваше Преосвященство, прошу вас. Ну, хорошо. Войдем вместе. Что я вижу? Епископ подает руку комитетки. Ваше Преосвященство, целую ваши руки. Я смущен, что не могу встать, чтобы встретить вас, но бедный, больной... Синьорита рассказала мне о вашем недомогании, и я не захотел вернуться домой, не исправившись, о вашем здоровье. Мне было очень приятно довезти синьориту в моем экипаже. Я никогда не забуду этой чести. А как мой, твой, ваш, нет, наш экипаж, сломался? Нет, нет, государь, но он уже не мой. И я думаю, что вы меня судите, когда узнаете, какое назначение я ему дала. Хорошее, святое назначение. Я теряюсь. И вы подали пример благочестия весьма редкого в наше время. Объясните же мне, пожалуйста. Выслушайте меня. Когда я ехала по улице в город, убаюкиваемой на мягких подушках, в голову мне пришла мысль, как я, грешница, женщина, занимающаяся ремеслом, почти преступным, преступным. Вы почти чрезмерно смиренны, дочь моя. Хотя я никогда не видел вас на сцене, я все же знаю, что вы делаете честь вашему ремеслу. Святой Генес был актером. Как я еду по улицам города, убаюкиваемой на мягких подушках, в то время, как люди, гораздо более достойные этого, служители Бога, несущие людям духовную помощь, подвергаются всем привратостям дороги, жире, пыли, усталости, я заплакала над самой собой, и святая Дева снизошла ко мне и внушила мне мысль во искупление моих грехов, подарить Богу эту карету, обладать которой я недостойна. Синьорика была столь великодушна, что пожертвовала ее нашему собору и прибавила к этому благочестивое обеспечение на вечное ее содержание. В будущем, когда больному потребуется утешение, которое церковь дает умирающим, этот экипаж послужит для препровождения святых даров, и таким образом многие души получат спасение, ибо чрезмерно обычно, что закоренелые грешники обращаются к спасителю лишь тогда, когда они уже схвачены смертью, и слишком поздно для того, чтобы бедный пеший слуга церкви поспел прийти к их отру, пока они еще дышат. Синьорита действительно уступила доброму и святому движению сердца. Я восхищаюсь вами, Перечелла. Я хотел бы присоединиться к вашему прекрасному поступку, приняв на свой счет. Нет, 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 оставьте мне честь этого поступка. А кроме того, я достаточно вознаграждена святым отцом. Вот этими четками. Они пролежали девять дней в окладе образа Божьей Матери Чемпиквирской. С ними связано отпущение грехов. Перечелла, подняв с набожным видом глаза к небу, дает поцеловать четки вице-королю. Я, я так рад, что совсем не чувствую своей ноги. Доктор Переда глупец. У меня нет подагры, нет подагры. Государь, это прикосновение к четкам принесло вам облегчение. Это очень невероятно. И я часто видел их чудесные действия. Верю, верю этому, верю, но продолжу еще два дня лечения. А потом, ваше преосвященство, я смогу устроить славную шалость и заставить вас поужинать у сеньориты, чтобы вы хорошенько познакомились друг с другом. Ваше преосвященство, я думаю, вы не откажете мне в этой чести, ведь наш спаситель вкушался маритянами. Вкушал, вкушал, да. Мы посмотрим, подождем, пока его высочество выездит. Это значит, он согласен. Я очень боюсь, что у меня не хватит сил отказаться. Господин Лесенциад, я надеюсь, вы согласитесь быть четвертым. Вы оказываете мне слишком много чести. Не будем говорить об этом, господин Лесенциад. Ваше преосвященство, эта карета, сударыня, будет для вас колесницей Ильи, она вас вознесет прямо на небо. И вы услышите пение, перечелы, благочестивые песни, само собой, разумеется. Я не верю в рай, я на ад пью, я на почке свином стою. Благочестенство, смотри в мои глаза, пора слушать песню мою. ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Ну вот, окончился спектакль в радиотеатре собеседника. Мы передавали комедию Проспера Мериме «Карета святых даров». В ролях были заняты актеры Александра Ремезова, Рубен Симонов, Виктор Кольцов и Владимир Осенев.